Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что страна получила новое и очень профессиональное правительство. Во вторник вечером президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. Состав, я бы сказал, удивительный, в том плане, что очень профессиональный. Многие люди которых, как казалось, никто никогда и ни при каких условиях не тронет, тем не менее ушли в прошлое, заявил Соловьев. Он отметил важность назначения на пост первого вицея-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение должности вицея-премьера Татьяны Галиковой. Назначение Марата Хуснулина вицея-премьером это очень сильное назначение. Он отвечал за весь блок строительства в Москве и, конечно, показал блестящий результат, отметил телеведущий. Журналист прокомментировал и некоторые другие назначения. Те, кто знает госпожу Абрамченко Викторию Валерьевну, прим, ред, не могут не порадоваться назначению на пост вицея-премьера, прим, ред, потому что Росреестр стал при ней совершенно другим. Это люди нового подхода, нового представления, подчеркнул он. Соловьев заключил, что в новом правительстве много новых лиц. При этом в нем остались очень профессиональные лица. Главная задача кабинета. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире. Эти цели президент назвал абсолютно достижимыми. Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета очень хорошие макроэкономические условия необходимо применить для достижения общенациональных целей и для эффективного использования национальных проектов. Сбалансированное правительство. В новом составе правительства посты вицея-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чученко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Казак, Виталий Мутко. Силуанов и Чученко остались работать министрами. Также портфели министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. Новый состав правительства президент назвал очень сбалансированным.